Вот я показываю далеко Это вот бывший лагерь наш, окруженный 60 с лишним деревьев, 1 или 2 Теперь музей, комплекс для бедных лагерей Вот съездил к Алексею Корову пошли через лес, он побежал за ними, а я поехал домой Гляжусь через поле, это все ящмень Идет человек, я догадался, кто идет Думаю, Любовь Ивановна Или как? Минаева, с ведром Что-то в ведре лежит Что это может быть? Городской человек никуда не пойдет Куда он пойдет? Асфальт вокруг А здесь одна, дальше идет железная дорога Вон там, видать ее Сейчас прошло 67 вагонов Что она несет? Зачем ходила по полю? Где-то нашла просыпанное зерно Бедро свободно у нее в руке Наклоняется, гуляет Грибы искать там, нет грибов Вот я все гадаю Зачем она ходила? Куда ходила? Я скажу открыто, не догадался Если бы молодой человек шел Я сказал, поезд шел на подъем Тихо, он спрыгнул и идет напротив деревни А я нет, я из дома Я говорю, то ли зерно какое-нибудь нашла может быть Нет, грибы А что такое грибы? Грибы Это один из вариантов грибы, я сказал А где они были, грибы? Ну вот в этой посадке была и вот в той А в той это через линию переходила? Да И там есть грибы? Да А что батюшка не знает? А он их не знает, эти грибы Там в той посадке сейчас пойти Можно мешка три набрать Да ты что, а какие грибы? Ну, подтопольники Но они там уже большие Я уже старалась брать которые так Поменьше шляпки А большие переросли А как ты узнала, что они там есть? Ой, так сколько уже лес тут живут Ну так это за линии Туда как? При чем тут это? Я не знаю Ну, подтопольники одно название Под тополями растут У нас обычно вот эти посадки тополиные Редко березовые Я еще когда в Корчино жила Доколотная, которая идет у нас Лесополоса на разъезд Были там, вот когда только Потеряевка Здесь образовалась А сейчас уже вот какой-то нет Так у нас тополя-то везде Вот рядом бывшая деревня где Нет, нет Тут не так, да? Вот тут вот Если перейти на ту сторону Я там коров посла И по осени вот в той посадке Где вот от мостика Так ты рюкзак набрала что ли? Да Так они подавятся там Не подавятся там Меленькие, хорошенькие Слово подавится-то поперхнется А другой подавится-раздавит Да Не знаю еще Ну как всегда русский Значение русского слова Имеет всегда много Объяснение И что ты с ними будешь делать? И солю И солю И мариную И отвариваю И замораживаю И весь год ем И уже наделила Барабашам 3 литра Дала батюшке Литровую банку Татьяне отправила Ну-ка покажи Брали и как-то нечаянно взяли Там видимо бледная поганка попала Четыре человека умерли И Книссет Какой парламент Принял решение Уголовную ответственность Тому кто любит грибы И с тех пор говорит Грибы под ногами топчут Никто не имеет права брать Забота о человеке Вот бы нам в России их Хорошо, что в России хоть половина помри И никто не будет знать Но дело в том, что у нас тоже есть Вот есть опята И есть ложные опята А они очень похожие между собой Поганка самая Самая бледная поганка А ложные опята тоже отраву дают Не дай бог Это не просто отрава Ни одного человека Выжившего пока не было после нее Опаснее укуса гюрзы Его обнаруживает человек Когда уже в крови Он идет уже во всю процесс И никакого противоядия нету Как мне известно Я почитал А он у меня около собак Где собаки Он там растет Я их давлю ногами Я тоже гуляю Когда поганки уничтожались Говорят, мухоморы Лось использует, ест От чего? Я не знаю, видимо Какие-то паразиты в человеке Он их пожирает Ну а как? Они же в опеку не ходят На поликлинику не записываются в очередь Вот выйдешь в другой раз Собака Она начинает какую-то траву есть Да, у меня кошка болела зимой И вот дожили до весны Она выходит Вот аж шатается Но уже какую-то траву она ест И все, выкачалось Вот говорят, пурген какой-то такой Таблетками от глистов Я приехал в Корчино В Корчино, в Ребриху И пошел Большой кобель был, Марс Он давай что-то под сосной Пороет, поест Маленько проходит времени Он начал оправляться Кучей глисты И все вышло То ли это сосна И вот у нас тут Вот здесь Вот к самой последней Под тополями Вот под этими вот А здесь же Ликочкин И Лисовета Ну а сын такой непутевый Лошадей пас Проспит И она пешком А лошади-то не коровы Бегают И она где-то вот здесь вот Там дальше есть Третья бригада называлась И она туда пришла Лошадей искала там А питались они плохо А сама спотела И там это Смородина черная Ну она-то до лошадей-то уже Как-нибудь А давай здесь Пока до дома дошла Ее потянуло Из нее, говорит, лента Там метра два с половиной вышла Селитер Ну это вот натощак, по-видимому Да Смородина, черная смородина Это в деревне-то тут Сразу стало известно Поэтому Мы ходим другой раз по лекарству И не знаем даже Платим где-то деньги Массажи делаем Самое-то главное Внутри человека болезнь Это, говорят, на нервной почве Если ты знаешь, что тебе ничего не выправить Чего-то умираешь от этого Помолись и поблагодари Бога Выправил, не выправил положение Ты не участвуешь Я не знаю, Игнать Тихонович Как вы вот на это посмотрите Я два года назад Начала голодание на травах По методу Марвы Аганян Это профессор медицинский Она, значит, сделала сбор трав такой Там 16 наименований Из них 12 у нас вот здесь вот растет А 4 вообще на Алтае нету И вот эти травы, они, значит, и желчегонные И мочегонные Очищают кишечник Выводят глисты Очищают сосуды И вот я первый раз голодовала 42 дня Вы знаете, я потом, я как на крыльях летала Вот настолько мне было легко Куда мое давление одевалось Я могла полдня стоять в наклонку Работать, полоть И мне никогда не болела голова Не кружилась, не делалось мне плохо Вот, пожалуйста, на одних травах Плюс мед и плюс натуральный лимон Сок лимона, все Так а если бы, ну, ни травы, ничего Вообще бы ничего не ела Это хуже? Ну, вообще, я когда ничего не ела Я попала в больницу У меня срачу сразу желчный пузырь среагировал И я с приступом уехала У меня на занятия одна учительница ходила Рак признали Она прям на глазах худела Ну, сколько, я не знаю А потом стало лучше, лучше, говорит Ну, значит, тоже какую-то траву пила Может быть, я не могу сказать Ну, а у меня, видите, желчь, она больная Здесь вот по методу Марвы Там как раз и травы входили, которые желчегонные То есть помогали желчи Она выбрасывала свою, значит, эту продукцию А когда я села на одну воду Без трав, безо всего То я попала в больницу Понятно Так что это не всем Кто-то, кому-то, если у него полностью здоровый организм Может быть, это и возможно Но мне уже нет Я уже дважды убедилась Ну, по Писанию-то, священному Из Библии мы знаем Христос, Моисей, постились по 40 дней Или я пророк А поисти велики, 70 дней Это один такой случай был Не пить, ничего и не есть Это очень трудно Ну, и удостоился особой милости от Бога Постаробрядцы его сильно чтят Вот это птицы тут потеряются Гуси полетели Я видела, сейчас вот там Перешла линию, села отдохнуть И клингуси летят, кричат Я не знаю, видно у меня их или не видно О, сколько их тут Вот они, это грачи Ну что, сейчас что это, считается, бабе лето пошло? Ну, наверное, потому что, ну, тепло так Вообще, просто так Тебе не тяжело, Настита? Нет Дошла? Я думал, что ты, может быть, пасла И нашла где-то высыпанное зерно И пошла взять Я думаю, ну, она ведром легко машет Нет, это не так Или грибы Ну, где грибы я тут? Что там дальше Именно вот под топольки эти найдешь Это не Не знаю, грибы я тоже отверг Говорю, грибов тут не может расти Среди еще меня Сейчас пора грибная под топольников Уже все грибы отошли Уже никаких нет А под топольники только начинаются Вот сейчас пришли на занятия И стол, на котором мы сидим На нем видно Это, известно И как будто кто-то ходил ногами Я присмотрелся Нет, это не ноги Одинаковые И стал думать А что это? Не мог додуматься Почему? Играют они настольный теннис Оказывается, они играют еще и мяч Мяч выдаряет в потолок Хватает известку и бьет И на ней отпечатывается Никогда бы не додумался Лев Толстой говорит Я однажды иду, говорит, на поле Гляжу Мужик сидит посреди дороги И веретухрается влево-вправо Влево-вправо Сидит прямо Я, говорит, остановился Стал размышлять Я знаю прекрасно Все работы крестьянские Что он может делать посреди дороги И вихляется налево-направо Думал, думал, нет Подошел мужик А он уже встал Ты что сейчас сидел? Он говорит А тут, говорит, булыжник какой Я, говорит, нож точил Бруска нет Он нож точил И взмахи такие делал Мы издалека идем Вот так вот Лесополоса вот здесь И лошадь стоит И вот туда вперед-назад Вперед-назад А лесополоса метра три дальше И вот тоже остались Что она может делать? С чего она шатается? Оказывается, это маленький Этот Тополь Она вот склонила Под брюхом взяла И теперь им чешется Стоять Брюхом-то Там пойди, накусали уже Ну, не, не, не знаю Так я дома-то у лошади Замерил, сколько до живота И закопал столбик Она зайдет, Павлова Все время Пузо чесала Вот следователь-то Он должен узнать Ага, что тут бывает Люди, чем занимаются Ну, темы не хватило Вот тебе и узнай, говорит По глазам узнаешь Нет Ты вот не сказала Что туда, за через линию Ты полезла Через линию Я бы даже не поверил Вот правда, что полезла Там же сейчас насыпь-то сделали Ну, да Я кое-как выбралась Оно осыпается Я наказала Так ты У тебя сейчас лишний вес есть Конечно А что? А вот, пожалуйста, сходила Теперь уже скинула У тебя рост-то какой? Ну, был метр шестьдесят два Сейчас, наверное, уже ниже Метр шестьдесят, допустим, возьмем А вес? А вес, наверное, девяносто Вот, значит, тридцать пять килограмм А тридцать килограмм Это два полных Пятнадцать литров Ведра носить с собой Нажми, сбрось Я когда спрашиваю Это одинокий человек Может потерять в жизни? Нет Я говорю Ну, вот, женщина одна Про вас говорю Она держала и корову И ловещек И, я не знаю У тебя индюки были, нет? Были Были Гуси Сегодня есть Курицы, наверное, шести сортов Да? Ну, вот я показываю Значит, можно И Господь благословляет А ничего не делай Ну, что твои знания дадут Когда в тарелке-то пусто И подать нечего? Нет, это просто вот Именно любить надо Игнать Тихонович Я думаю, что вот Не каждый городской Способен жить здесь Не каждый Это надо любить Любить землю Любить ее обрабатывать Любить что-то вырастить Вот мне нравится Как Игорь Барабаш Он вот с ним Когда бы не поехал Это такой восторг В его душе Такая радость Вот приходит Говорит Я говорю Игорь, ты что насадил За мной так густо этот ячмень? Прямо, ну, густота Он улыбается Говорит Тетя Люба Да это же, говорит Не я насадил так густо Это, говорит Мне Господь благословил У меня, говорит От одного серна 20 колосьев идет Поэтому он 60 центеров С гектара убрал Вот с этого поля Он говорил 40 вроде раньше На другом Не на этом На этом 60 центеров Неужели? Да, он мне сказал Ну, у Жени Долгова Это нормальная Норма так А у него, говорит, нет А у него Он теперь землю-то Обрабатывает так же Как у Жени Он же не пашет Уже сколько лет Вот эту вот сено Он дробит Солому-то эту дробит И она у него идет Как удобрение Ну да А потом он землю В землю эту прокатывает Зерно вжимает Вот с сейлкой Я видел сейлкой И все И не надо пахать У него структура в земле Никогда не нарушается Червячки, паучки Все, что там живет в земле Оно все ему дает Вот это вот И питание, и рыхлость И все И я говорю Вот с ним пообщаешься Хочется что-то делать Сегодня вышли Он говорит Тут косы их был Продает Ну я говорю Даю 25 А он просит 75 что ли За участок За участок-то Сколько Я говорю Это который у батюшки Взял деньги Не отдал Ну да Он у многих брал Не отдал А сейчас Крах потерпел Я говорю И ты у него хочешь Ну мы в этом Ну пойдем Заверим Нотариальной конторе Я говорю А у меня принцип Если два раза Человек обманул И один раз даже Я буду подозрительно смотреть А если два раза А почему он третий раз Не обманет У него бы брать не стал Ну мне что Бросать тогда мало земли Потому они двое сейчас А тут земля Это же вот Вот это его поле И следом идет Этого косы Да Ему надо Это вот чтобы Рядышком было Мы сегодня с ним Говорили Ты можешь брать Я говорю Ну мое мнение Ты просил Я тебе ответил С обманщиками Дела не имею Они предатели Ну если они Все это нотариально заверят Как он потом его вывезет Не знаю Ну как у него Нагрузили полную машину Гречки Подпису сдал А потом отказался Это я просто так На бумажке Ну это Ладно Зерно Это просто так Бумажка Я согласна Но здесь-то Они же будут Через Мамонтова Оформлять это Не просто Ну да Договорились По рукам и все У тебя как Девча фамилия-то Моя? Да Хриспенс А что это значит С какой нации? Ну немец У меня отец был А? Папа немец был Папа немец А как переводится? Не знаю В детстве звали И ты хоть что-то По-немецки знаешь? Совсем мало Папа никогда не разрешал По-немецки Мама русская была Плохо конечно Это что Он нам не дал свой язык Но он боялся Обидеть маму У тебя наверное От отца Вот этого Трудолюбие такое Он в архипелаге Гулаг Сложеницы написывают Всех ссыльных На первом месте Держат немцев Где бы ни были Они врастают в землю Сразу делают Все основательно И самое-самое Негодное Это чеченцы Где сейчас воровать Где еще утащить И самое негодное Казахстан Где казахи посылали Говорят А бык как Лишь бы только Не задавило Ну не знаю Казахстан Я вперед проехал Где эта Любовь Живет Сейчас Не разговаривали Это ее гуси Никого деревни нет У нее гусей Вот сколько Одна женщина Одна Сейчас только Говорили Вот одна А Мужчин Один Никто Не мог Ужиться Вот так Я не вижу Сам себя Хотел показать Что снимаю Вот так Это вот Домик ее Видите Евроремонт Или как сказать Сделали Евроремонт Вот Она сейчас Подходит С грибами Своими Однажды Она смотрит Говорит Что-то там Пщелы летают А когда-то Пщелы залетели Под пол И свили гнездо Она тоже Пошла В матушке Взяла колодку И свой мед был Молоком и медом Текущая земля Вот какие Интересные березы Увидали Хозяйку Как они закричали Как они закричали А здесь Устиновский дом Три дома Устинов Володя живет Андрей А здесь Алеша Ну-ка позови С тобой Уже сравнялись Нет Пущих Старых Да Они только так Немножко В стороне Ходят Но один По-видимому Молодой К тем ушел У этих Четверо Осталось Их было Пятеро А этих Теперь Четырнадцать А этих Теперь Четырнадцать Да Ну а по Размиру Они все Одинаковые Вот они Стоят Дальше я еду Как они на меня Бросились Я думаю А голову-то Замотало Одному У них же списан И даже Не признаков Нет Вот как Господь Делал А то я переживал Так Я всегда Стараюсь Потихоньку Ехать Ну пошли Благородная Птица Любимая Моего отца И я люблю Любил он Гусей И овечек Больше всех Люблю гусей Как они Они непрерывно Маленькие Вот эту конотопку У нас Трава растет Это мурава Чебрец Тега 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 И вот эти молодые Уже старые коняют Уже клюют их Старые уже Убегут Вот и дед Десант Вот сейчас Начнут драться Наверное Так вот они У тебя Здесь Трое Пятеро Тут отдельно Ну да Ну да С того Табуна Есть один Гусак Такой смелый Он Уже тех Щиплет гусей А этих Их же больше Этот начинает Щипать А те За него И Тем приходится Старым убегать Ох какие Жалко Я им советовал Учитесь летать Да полетят Дикие Это И с ними давайте Сегодня Вот я сидела Там Когда линию Перешла Отдыхала И там Гуси Гуси летели Гуси? Да Клин Я давно гусей Не видел летящих Я думала Я не увижу Зрение Это плохое Поднял Нет Увидела Клин Большой Охотники были Над нами Они летят Они давай стрелять Они даже не пошевелились Строй даже не сломали Видимо не достает Не достает Но это же не пуля А дробь Конец Вот оно как Вот Шестьдесят восемь процентов От корма На траве Да А утка? Утка Ой та прожорота Той Специально в виду Добавляют песок Чтобы объем был больше Потому что у нее Как это Нескончаемое Производцы Поступают И сразу выходит Вот так Отец и любил И говорил А это как Пличка Зерно Которое сыплет Она утка То есть И вот Старший сын Надумал Менять Менять Отец сменял Гусей на утах И гуси перестали водиться И больше Никогда Гуси А то Четыре Пять гусих У него Один раз Скажется Семь гусих За зиму И бывает Десять Двенадцать Гусят И все до осени Выйдут Тогда что Инкубатор Про это Не слышали Даже Ну да Это уже Вот Наше время Я поехал Когда учиться В Барнаул Мне два гуся Дали То есть Обделанные На всю зиму Я по спичечному Коробочку Все распилил И когда Поста нету Тогда Поддержка Должна была быть Два гуся А то говорят Курицы Там больше Пользуются Спросом Гусь Слишком жирный Так ты Помаленьку Ешь Наоборот Он Лешка Возит В Новосибирск У него Там Просят Гусей Что Берут Не ради Того Чтобы На Новый Год Зажарить А вот Именно И борщи Варят И другие Блюда Готовят И берут Как мясо Покупают Как баранину Свинину Так и Гусятину Отрубил Себе Кусок Или Отрезал И пожалуйста Блюдо Какое Готовь У нас Володя А вот Здесь Жил Один Парень У него Два Маленьких Замухрышек Поросенка Бегали И они Кричат Визжат Он Что-то Ими бросает Зачем А сейчас Богатые Любят Чтобы Небольшой Был На столе Соликом Его Подают Так Ты бы Хоть Сотню Завел Их Маленьких Тогда Может Быть Действительно Что Оно К тебе Да Ничего Начинает Не знаю Как ничего А бывает Так Чтоб Они Крыльями Друг 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 Бьют Бо Тоже Вот Сильно Когда Гусихи Сидели Я Там В гнездо Залезла Посмотреть Гусиха На меня Налетела И крыльями Мне Вот так По ноге Здесь И крыльями Вот Косточками Этими Так Больно Бьет Это Ужас Я Человека Она Во сколько Раз Мелше Меня Мне Было Очень Больно И они По-видиму Когда Дерутся Между Собой Тоже Делают Больно Друг Друг Все Пошли Ну Давай Обрабатывай Грибы Батюшке Ты скажи Где Грибы Батюшка Был С нами Мы В воскресенье Ездили Главный Грибник Говорит Батюшка Определить Грибы Хорошие Нехорошие Он Набрал Около Ведра И говорит Валя Забирай Она Говорит Нет Нет Я Сама Отдам Лешке Он Говорит Я говорю Батюшка Не бросай Дайте мне Готовых Отнесла Ему Литровую банку Барабашам Трехлитровую Отнесла Уж Маленькие Лыжи Нашли У меня Дядьки Папин брат Машина Была Своя И вот Они Значит По очереди Один выходной Ну Неделя рабочая В воскресенье Выходной Один выходной Он едет На рыбалку Он Заядлый Рыбак Был А второй Выходной Едут По ягоды И грибы Жена Ягоды И грибы Собирала И вот А сосед Злился Вот Че эти Ягоды Че эти Грибы Вот На рыбалку Бы съездить Толк Хоть рыбу Привезешь А потом Как-то Раз Они приехали Ягоды Привезли Она Ведро Ягоды Высыпала В большой Тазик Вынесла На улицу И ребятишка Кричит Идите Ягоды Ешьте И этот Сосед На нее Посмотрел Говорит Лиля Ты такая же Дура Как я Рыбак Вот Сходить В лес По ягодке Собирать И вынести Раздать А ей Сам процесс Собрать Принести Вот это Ей нравилось А так Заготовить Заготовила А остальное Дети Ешьте Сколько Хотите Да У каждого Своя Прихоть Все Благодарю Спаси Христос Христос